Про Аль-Хана информация у тебя просто слухи, или ты узнал от тех, кому доверяешь. Вы не сможете жить без России, у вас нет полноценного опыта государственности, у вас ценится не учеба, а борьба, нет западных ценностей, и вообще вас на карте даже никто никогда не найдет. Саламу алейкум, Тумсо, от краха есть новости, четкий эфир. От краха? Крах, это который из них? Алейкум ассалям. Тумсо, при чем здесь нравы? Монголы обладали крайне низким качеством нравов, но это не помешало им завоевать и править над всей Евразией почти до 17 века. Важнее государственная традиция, технология и дисциплина. Ты, видимо, вообще не уловил суть нашего разговора. Мы ведь говорили не о завоевании. Завоевали монголы, как ты говоришь. И кто теперь в мире, где они теперь, монголы? Кто-нибудь стал монголом? Кто-нибудь свою культуру, свои традиции распространили они где-нибудь в мире? Где сейчас Монголия? Вот о чем тебе, о чем мы говорили. Что суть не в завоевании. Чтобы с кого-то завоевать, нужно просто иметь мощную армию, быть успешными более в боевых действиях. Османы тоже завоевали очень много всего, но кто-нибудь стал в этом мире османами? Балканский полуостров, который столько веков был под османами, никто из них не стал турками. Понимаешь? А Магриб, который был вообще не арабским, все они стали и мусульманами, и арабами. Попробуй сегодня в Египте или Мавритании кому-нибудь скажи, что они не арабы. Вот о чем мы говорим. То есть, когда не просто идет завоевание какое-то время, там, подержали, потом отбили, не об этом. А когда завоевали, и те, кого завоевали, они покорились полностью, приняли, переняли все и религию, и традиции, и обычаи, язык, все, культуру, все переняли и стали такими же. Это происходит только тогда, когда вот эти вот покорившиеся, они понимают, что к ним пришло что-то превосходящее их по уровню культуры, по нравам, по всем вот этим благим качествам. Они видят, что это лучше того, что у них было, и они перенимают. Вот о чем речь. А монголы, это как раз, наверное, антипример. Саламу алейкум, тумсалам, а наш вогилл. Как отдых протекает? Йоу хью и тига. Ва алейкум асаляму араму табрикату. Очень жарко. Я вообще отвык от такой жары. В Швеции не бывает таких жарких дней. В Швеции вообще лето очень такое приятное, комфортное. И сейчас, да, я немножко испытываю какой-то дискомфорт от такой жары, конечно. Про Альхана информация у тебя просто слухи, или ты узнал от тех, кому доверяешь? Узнал что? Я, прошу прощения, я разве что-то говорил? Я лишь привел статью на ВЧК УГПУ и ее прокомментировал. Я никакую информацию не приводил. Вы не сможете жить без России. У вас нет полноценного опыта государственности. У вас ценится не учеба, а борьба. Нет западных ценностей. И вообще вас на карте даже никто никогда не найдет. Но все же мы хотели бы попробовать. Смело. Давай мы попробуем. Если у нас не получится, ну и черт с нами. Просто махнете на нас рукой. А если получится, то ну хорошо. Что же вам переживать? А то, что на карте не видно, да сколько вы знаете здесь таких маленьких государств, которых тоже на карте не видно. Вон Люксембург. Андорра. Попробуй идти на карте. Монако. Правда, что в Чечне против Рашки воевало 10 тысяч воинов, а из них 4 тысячи были дагестанцами. Просто слышал, просто слышал о дагестанцах, которые еще гордился, что много амиров были их нацией. Не, ну это конечно перебор. 4 тысячи из Дагестана. У нас на войне были братья из Дагестана, были из Ингушетии, были из Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Даже из Украины были, но это, конечно, это, они не могут исчисляться. Даже сотнями они не исчисляются. Это единицы. Но это, это та помощь, которая неоценима. Это люди, которыми мы дорожим, и мы им очень благодарны, да помилует Всевышний Аллах и дарует степень шахида всех, кто, всем тем, кто погиб. Те, кто остались, это наши братья. И да увеличит Аллах их дни во благе. Но, конечно, хотелось бы, чтобы были тысячами. Нет, конечно, таких цифр там, конечно, не было. Саламу алейкум, Тумсо. От Краха есть новости. Четкий эфир. От Краха. Крах это который из них? Алейкум ассалям. Я даже не знаю, кого ты имеешь в виду. Если это кто-то из кадыровцев, там, кадыров, то от них всегда есть какие-то новости. Мы их всегда анализируем. Но не всегда об этом стоит говорить. Тумсо, если чеченцы такие демократы, почему большую часть истории правят автократы? Мансур, Шамиль, Кадыров и так далее. Местное назеление в большинстве принимает такое. Я думаю, будет правильно, если ты этот вопрос задашь тем, кто утверждает, что чеченцы такие демократы. Спроси я у них об этом. Я не утверждал, что чеченцы такие демократы, поэтому этот вопрос не ко мне. Ты как-то сказал, что теперь все время будет футболка с Сандой, а сейчас в какой-то непонятной семье. Но я же сказал, что я нахожусь не дома, я нахожусь в поездке, поэтому футболки с Сандой нет под рукой. Извиняйте, ребята. Сандой нет под рукой.